Добрый вечер, в эфире «Весть Карачаева Черкесия», в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Рашид Имрезов встретился с выпускниками Карачаева Черкесии, набравшими максимальное количество баллов при сдаче ЕГЭ. Собственное изготовление консервов. Сегодня холдинг «Дамате» запустил производство консервов из баранины и индейки. Бойцы, вставшие на защиту Родины, в России отметили День ветерана боевых действий. Традиционно в Уджигуте собрались у мемориала «Вечный огонь». Конкурсы с подарками и угощениями. В ауле Кумыш отметили священный праздник мусульман Курман-Байрам. Сегодня глава Карачаева Черкесии Рашид Имрезов встретился с выпускниками общеобразовательных организаций, набравшими максимальное количество баллов во время издачи ЕГЭ. Руководитель региона по достоинству оценил вклад педагогов, своих воспитанников и уровень знаний, теперь уже бывших учащихся школ республики, которые набрали 100 баллов по одному из предметов. Рашид Имрезов вручил наставникам и их ученикам грамоты и подарки, а также поздравил от имени руководителя Федерального Минпросвещения Сергея Кравцова. «Хочу передать слова благодарности и поздравления от министра просвещения Российской Федерации Сергея Сергеевича Красова. Он только что у меня был с ним разговор. Он на самом деле любит нашу республику, как и любой другой субъект Российской Федерации и все время переживает. Поэтому вам еще раз слова благодарности и дорогие наши педагоги. Очень хотелось бы, чтобы кто-то из наших деток, самых умных, самых красивых, свою судьбу связал бы с тем, чтобы были учителями и педагогами». 20 миллионов банок в год. Сегодня в Черкесске завод «Домотеза» запустил производство консервов из баранины и индейки. Продукция выпускается под брендами «Базарко» и «Индилайт» и сертифицирована по стандартам «Халяль». О значимости новой линии производства для нашей республики расскажет Альбина Ламкова. Группа компании «Домотеза» запустила в Черкесске производство консервов в рамках модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины. Мощность новой линии высокая. «Мощность переработки составит 5,5 тысяч тонн мясной продукции или до 20 миллионов банок в год. Инвестиции в строительство и оборудование составили 231 миллион рублей. Предприятие – важная часть проекта «Домотеза». На официальной части выступил и первый заместитель председателя правительства республики Хазырчукуев. Он дал высокую оценку проделанному объему работ. Новый этап в жизни завода отмечен торжественно. После все направились на экскурсию. Общая площадь нового производства – тысяча квадратных метров. Оно состоит из отделения фасовки, стерилизации, упаковки, склада готовой продукции, вспомогательных и бытовых помещений. Таких, как склады хранения овощей, специи, помещения для их приготовления и ряд инфраструктурных объектов. На производстве установлено 20 единиц современного высокотехнологичного оборудования. В автоклаве сейчас он будет вариться 2 часа. Закатанные консервы. Всё. Через 2 часа будет уже готово. Инновационные решения позволяют специалистам группы компании «Домотеза» выполнять обязанности с лёгкостью. Многие начинали трудовую деятельность на заводе до модернизации производства. Алексей Малыгин трудится 20 лет. Производство стало для него родным. Есть причина. На предприятии Алексей Владимирович познакомился со своей супругой Еленой. На производстве она работает чуть меньше – 17 лет. Смотреть за машиной, чтобы работало всё как часики. Так всё хорошо. Зарплата устраивает? Да, зарплата устраивает. А сами любите консервы? Как вы оцениваете свою продукцию? Консервы очень люблю. Особенно макароны по-флотски. Открытие нового производства позволило создать 50 рабочих мест. График работы в две смены. Ассортимент консерва включает готовые блюда. Баранину тушёную классическую, индейку тушёную и по-домашнему. Употреблять продукт можно сразу после вскрытия герметичной упаковки. Мы знаем, что мы производим. У нас чистый продукт. Поэтому нам не стыдно будет за наш продукт. Мы сегодня очень убедились. Продукт, по-самому, чистый, без всяких добавок. На качественном мясе делано производство. Это полный цикл с облюдением всех санитарных норм. Очень приятно, что и в Карачаево Четесь есть такое производство, которое имеет большое будущее. На сегодня этот сегмент рынка находится в относительной стабильности. Отметили в гости на дегустации. Да и в реализации продукции проблем не будет. Оптовые розничные каналы уже готовы её принять. Нижное и сучное мясо баранины и деки можно будет подогреть прямо в банке и подать с любимым гарниром на ужин. Ещё мясные консервы помогут сэкономить хозяйке время для приготовления блюд. Кстати, продукция может храниться долго. Срок годности рассчитан до двух лет. Альбина Ламкова, Али Бастанов. Вести. Карачаево-Черкесия. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. Карачаево-Черкесия. Ветер восточный 5-10, температура ночью 15-17, а днём 30-32 градусов тепла. 1 июля в России памятная дата. День ветеранов боевых действий. Это дань уважения и памяти всем военнослужащим, которые в разные периоды отечественной истории вставали на защиту нашей Родины, обеспечивали безопасность граждан, выполняли задачи, отстаивающие государственные интересы. В Усть-Джигуте состоялось мероприятие, посвящённое этой дате. Алла Качиева подробнее. День ветеранов боевых действий позволяет ещё раз вспомнить о подвиге, совершённом в разные годы при выполнении государственных задач. Несмотря на то, что праздник пока не носит официального статуса, ветераны боевых действий, выполнявшие служебные боевые задачи на Северном Кавказе, в Афганистане, Египте, Сирии, Анголе, Таджикистане, Вьетнаме, Корее и других странах традиционно собираются в этот день вместе, чтобы вспомнить своих боевых товарищей. Мы это делаем, чтобы тех ребят, которые погибли на всех фронтах, в локальных конфликтах, чтобы о них помнили, чтили и знали, что они погибли за независимость и интересы нашей страны. Традиционно в Усть-Джигуте собравшиеся у мемориала «Вечный огонь» почтили память погибших, возложили цветы. Было отмечено, что сегодня ратные традиции Отечественной Армии достойно и мужественно выполняют наши российские военнослужащие. На мой взгляд, этот день в истории нашей страны очень значим. Мы гордимся защитниками Отечества, ветеранами боевых действий разных эпох и времен. Мы равняемся на них, мы благодарны им за мирное небо, за сегодняшний день нашей страны. Ну а сегодня этот день приобретает особую значимость, потому что идет специальная военная операция, в которой и сегодня принимают участие наши соотечественники, вся страна. Мы боремся за право жить, за будущее нашей страны, за мирное небо наших детей, за счастливую Родину, за безоблачное детство и мир на всей земле. И сегодня задача – помнить о подвигах ветеранов боевых действий, чтобы их патриотизм и мужество были достойным примером для подрастающего поколения. Доблесть, мужество и любовь к своей стране – вот что объединяет защитников Отечества всех поколений. Именно такими качествами обладал и 37-летний Ибрагим Умаров из аула Эль-Таркач, погибший в зоне СВО. Мой брат, хоть был младше меня, я всегда равнялся к нему. Был добрым, гордым, справедливым. Всегда защищал младших. Всегда уважал старших. На митинге старшему брату Роберту вручили медаль семье погибшего героя от Союза афганцев. Носители статуса ветерана боевых действий могут претендовать на особую помощь от государства. Об этом рассказал прибывший на памятное мероприятие руководитель Карачева-Черкесского филиала Российского государственного фонда поддержки, защитники Отечества Марата Базалиев. У нас во всех районах есть координаторы социальные, во всех. В Джигутеях четверо, в Черкесске шесть, в Зеленчуке четыре, в Урупе один, в Малом Карачае один, в Хабезе один, в Адыгехавльском, Ногайском тоже по одному. Ну это и по населению, и по числу призывников и участников СВО. К нам они тоже могут обращаться в любое время. Мы работаем с девяти до шести, перерыв с двенадцати до часу. Адрес у нас Гагарина, 24 в городе Черкесске. Алла Качиева, Олег Малхожев, Вести Карачаева, Черкесия, Узжигута. В ауле Кумыш Карачаевского района отметили священный праздник мусульман Курман-Байрам. Для всех собравшихся организовали различные конкурсы с подарками и вознаграждениями, также были накрыты столы с угощениями. На праздничном мероприятии побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Радостью и теплотой наполнена атмосфера праздника. Отметить священный праздник Курман-Байрам собрались не только жители аула Кумыш, но и гости со всей республики. Для участников торжества здесь организовали столы с угощениями. Поздравил всех жителей аула и глава администрации Карачаевского района Спартак Кущетеров. Он подчеркнул важность проведения подобных мероприятий, что способствует единению общества и сохранению национальных традиций. Это праздник. Очень много конкурсов, молодежи, все радостные, приветствуют друг друга. Конечно, в непростое время такие праздники нужны. Это сближает народ, людей. Поэтому еще раз с праздником от всех. Пожелание, конечно, здоровья всем, счастья. Для маленьких жителей провели конкурс по чтению Корана. Каждый из участников старался, грамотно соблюдая правила Таджвида, прочитать аят из священной книги мусульман. Приятно видеть, что дети стремятся к изучению Корана. И этот праздник воспитывает в людях любовь и уважение к друг другу, отметил заместитель муфтия Карачаева Черкесии, ректор Исламского института Мухаммад Хаджибатчаев. Мы начали соревнование чтения Корана. Она имеет очень хороший потенциал, потому что как участники будут улучшать свое чтение, так и зрители, которые видели вот эту атмосферу, атмосферу состязания, я думаю, они будут еще больше стараться. И в следующем году, иншаллах, будут участвовать в еще более профессиональной форме. Всех победителей призеров конкурса отметили денежными призами и подарками. Также прошли состязания по разделке мяса барана на время. Особой популярностью пользуются соревнования по борьбе на поясах. Мы с нетерпением ждали этого праздника и хотели бы выразить благодарность всем причастным к этому мероприятию, отмечают жители аула Кумыш. Это мероприятие, во-первых, объединяет нас всех мусульман, жителей аула. Хотелось бы таких мероприятий, не только это, а и вообще других, тоже было бы больше полезных для жителей села и для всех нас мусульман. Сегодня здесь собрались не только наши аульчане, но и все с нашего района. Я очень благодарен всем организаторам. Организация прошла очень хорошо, на очень хорошем уровне. Именно в сельских территориях, именно в таких аулах, как наш аул, важно проводить такие мероприятия, чтобы люди сплачивали свой круг общих проблем и общих праздников. Все должно быть у нас общее. Различные аттракционы и места отдыха были организованы для детей и молодых семей, чтобы каждый мог насладиться атмосферой праздника. Мне понравилось то, что тут и борьба проходит, и то, что тут устраиваются состязания. Я люблю такие праздники, потому что здесь разделывают барашки, здесь можно заниматься спортом, например, борьба, армрестлинг. Если еще повезет, будет бокс. Хорошо здесь. И все хорошо у меня. И здесь очень приятно. Батуты красивые. В завершении праздничного дня небо над аулом Кумыш озарил красочный праздничный салют. Альхан Лепшоков, Расул Бердиев. Вести Карачаева, Черкесия. Карачаевский район. Это все весело сегодня. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Все, как у людей». Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова